Спустя полгода «Локомотив» вновь сыграл перед своими трибунами. В первом домашнем матче весенней части сезона железнодорожникам противостояла казанская стрела. И, как правило, встречи этих команд получаются очень тяжелыми. Очередная не стала исключением. На 15-й минуте Тиан Вандермерве добрался до зачетки соперника 5-0. Чуть позже то же самое сделал Ильяс Пандарашвили. Гости, в свою очередь, ответили точными штрафными 12-6 к перерыву. Когда вы играете с командами из ТОП-2, с «Енисеем» и «Локомотивом», это игра маленьких ошибок, которые влияют на весь ход игры. Мы совершили слишком много невынужденных ошибок. Очень тяжело играть вдали от дома и чувствовать, что все 50 на 50 решения шли в другую сторону. Неважно, согласны мы судьей или нет, мы сами должны быть лучше. Во втором тайме пензенцы продолжили искать подходы к чужой зоне. И на 50-й минуте Виктор Гресев вновь приземлил мяч в зачетном поле стрелы. Стрела быстро ответила на это своей результативной атакой, вновь сократив отставание в счете. Но вскоре железнодорожники совершили четвертую попытку в матче. Ее автором стал Илья Бабаев. Тем не менее, нервные концовки избежать не удалось. За минуту до завершения основного времени разница в счете составляла всего 5 баллов. А «Локомотив» играл в меньшинстве после того, как Ильяс Пандарашвили получил желтую карточку. Однако дружина Александра Янюшкина в обороне действовала надежно, сохранив преимущество. 25-20 победа хозяев поля. Мы понимали, что принципиальный соперник, боремся вторую строчку в турнирной таблице. И, конечно, здесь самое главное было дисциплинированно сыграть против этой команды. И мы на самом деле видим, что дисциплина, в принципе, и сыграла свою роль. Потому что, еще раз говорю, получилось реализовать практически все, что когда мы приходили. При этом, наверное, сегодня из-за сильного ветра не пошел удар у Сергея Янюшкина. При этом могли, наверное, чуть больше оторваться. Игра, наверное, могла сложиться по-другому. Но при этом, как я отмечал ранее, все те матчи, которые мы играем с командой «Стрелу», они тяжелые, напряженные и практически счет равен в одну попытку. Поэтому, еще раз, самый главный победитель заработает свои 4 очка. Следующий матч «Локомотив» проведет на выезде. 7 мая пензенцы сыграют со столичным «Динамо». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!